Доброе утро! Сегодня я хотел бы коротко коснуться такого вопроса, как срок службы преобразователя частоты. Как любой прибор, механизм, любое устройство, есть у преобразователя частоты вполне определенный срок службы. То есть конструкторы, когда проектировали прибор, они закладывали какой-то свой расчетный, это очень сложно все считается, расчетный срок службы. И его производитель указывает в явном виде, указывает в технической документации. Это не следует путать с гарантийным сроком. То есть никак не связанные вещи, хотя определенная корреляция есть. То есть пока, допустим, у наших преобразователей проектный срок службы был на уровне пяти лет, то и гарантийный срок на них давался один год. Когда этот срок службы, расчетный, проектный и так далее, стал 10 лет, это уже немножко другая ситуация. И срок гарантийного обслуживания был увеличен до трех лет. Это очень серьезный шаг и достаточно рискованный в наших условиях, но фирма идет на этот риск, чтобы как бы соответствовать уровню прибора уже. Как я уже и говорил, первые серии, это 200-я, 500-я серия, о них был проектный срок службы 5-6 лет, от пяти до шести лет. Понятное дело, что не весь частотник, вот он отработал пять лет и исчез. Есть вещи, которые изнашиваются быстрее, есть то, что служит дольше. В частности, допустим, вентиляторы. Вентиляторы – вещь изнашиваемая, подшипники. Это очень сильно его срок службы зависит от условий окружающей среды, от запыленности. Поэтому он сделан легкосъемным. Для замены вентилятора вообще не нужен даже инструмент. Вынул, вставил, все. Все на разъемах, все на защелках. Это расходник. Тем не менее, по опыту того, что ко мне приходят в ремонт, ко мне приходят в ремонт приборы с наработкой 80 тысяч, 70 тысяч часов на родных вентиляторах. Это тоже говорит об определенном классе изготовления, да? Классе комплектующих, которые используются. Значит, вторая вещь, которая очень сильно влияет на долговечность прибора в целом – это электролитические конденсаторы. Электролиты делятся на две большие группы. Значит, это, во-первых, силовые электролиты. Это то, что, я считаю, в первую очередь определяет долговечность прибора. Значит, это те здоровенные конденсаторы, через которые перекачивается вся мощность, потребляемая нагрузкой. Значит, на их срок службы в первую очередь влияет, насколько преобразователь был загружен, то есть, насколько он использовался от номинального своего тока, насколько температура окружающей среды соответствовала паспортным данным, потому что одно дело, когда частотник стоит в условиях 40 градусов окружающего воздуха, совсем другие условия – это 55. И старение электролитов происходит гораздо быстрее. Значит, насколько часто частотник оказывался вообще без питания? Это, как ни странно, тоже влияет на долговечность, потому что конденсаторы без питания, они стареют. То есть, частотник, лежащий на складе, он постепенно теряет ёмкость конденсаторов. Их можно восстановить, есть специальная процедура. То есть, мы рекомендуем, вот часто у нас клиенты покупают преобразователь и кладут его как зип на склад. А потом что-то случилось, основной преобразователь вышел из строя, допустим, или вдруг понадобился запасной. Они взяли его со склада, поставили сразу под нагрузку, и через пару дней запросто этот преобразователь может выйти из строя. Почему? Потому что он до этого, там, 3-4 года хранился на складе, а его сразу поставили под нагрузку. Так нельзя, есть определённая процедура, то есть, его хотя бы на пару суток надо поставить просто под рабочее напряжение, и конденсаторы восстановятся постепенно, и дальше уже можно его грузить. Вообще по феншую есть процедура тренировки конденсаторов, ставить их под постепенно возрастающее напряжение. Реально никто это не делает, реально их просто достаточно без нагрузки поставить под рабочее напряжение. Никому ещё не удавалось так ухайдокать кондёра, чтобы их приходилось вот так ступенчато восстанавливать. Я не представляю, как их надо хранить и сколько их надо хранить. Это уже какая-то антикварная вещь будет. Значит, ну вот конденсаторы. Конечно, используются конденсаторы одного из лучших производителей НИХИКОН, да. Конденсаторы специально спроектированы под, не просто под использование в преобразователях частоты, а под конкретную производителя, под конкретную модель. На них даже нет номиналов часто, а стоит заказной номер производителя, да, по каталогу, не производителя, а производителя частотников. Значит, стоит просто каталожный номер, потому что это ёмкости изготовлены, испроектированы и изготовлены под конкретную модель преобразователя. Это всё касается силовых конденсаторов. В то же время конденсаторы просто материнской платы, блока питания, то есть то, что относится к цепям управления и служебным цепям. Да, там они хорошие, хорошего класса, того же производителя. Это общепромышленные конденсаторы, они рассчитаны на, там, допустим, 105 градусов рабочей температуры, то есть это хорошие конденсаторы. Вот. Обычно они ходят в разы дольше, чем силовые, потому что, ну, нагрузка на них никакая, и пострадать они могут только от повышенной температуры окружающей среды, то есть, грубо говоря, от перегрева преобразователя. Значит, ну, на это сейчас меньше обращают внимание. Вот. Есть изнашиваемые вещи, которые проектанты не могли знать. Значит, то есть, проектант рассчитывал, что частотник отработает, там, 5-6 лет. Да. Никто не мог рассчитывать, что этот частотник будет эксплуатироваться 10, 12, 15 лет. В голову такое никому не могло прийти. И за такие страшные сроки вылезли неисправности, вылезло старение деталей, о котором никто даже подумать не мог. Кто мог подумать, что за, там, 75-80 тысяч часов эксплуатации у аналогового оптрона, то есть, у оптоизолированного измерителя, ну, измерительного усилителя, да, упадет эмиссия. И у него выход будет заниженный. Ну, никто не рассчитывает, что он будет столько пахать. А реальная жизнь показала, что частотник на родных им костях с родными вентиляторами вот столько выхаживает. Старой 500-й серии. Вот. И мне, когда приносят такого ветерана, да, я вижу, что он стоял в хороших условиях. Его не перегревали особо. Он не запыленный, не загаженный внутри. В нем крысы не устроили гнездо. Было и такое. Вот. Значит, но... Вот он износился. Да? То есть, либо замена материнки, либо берешь паяльник и меняешь этот оптрончик. Довольно редкий, к сожалению, у нас. Вот. И он дальше может еще поработать. Есть ли в этом особый смысл? Для некоторых клиентов есть. Потому что, в общем-то, какой-нибудь приехал частотничек там на 160 киловатт, грубо говоря. Чего бы его не запустить еще на несколько лет. Так сказать, до полного износа. Так вот, эти слабые места, они учитываются, поскольку мы их, как сервисные службы, все сервисные службы, я считаю, занимаются одним и тем же. Мы пишем производителю акты, значит, по тем приборам, которые попали к нам в ремонт. И гарантийные, и негарантийные случаи. И производитель реагирует. Вносит конструктивные изменения. Даже если это, допустим, уже к концу цикл жизни приближается этой серии, он учитывает эти все вещи в следующей серии. И вот уже, допустим, 700 серия пошла со сроком службы 10 лет. Проектный срок службы. Это очень много. Реально мы можем... Мы сейчас уже встречаем гораздо более старые преобразователи, которые приходят. Уже 700 серия снята с производства. И продолжаются эксплуатироваться. Продолжают они приезжать в сервис. Иногда плановый, иногда ремонтный. И мы видим их состояние. Мы видим, что им еще пахать и пахать. Ресурс там очень высокий. Что будет по 800 серии, у которой заявлен тот же срок службы примерно 10 лет. Я думаю, что она не хуже. Это еще очень сильно зависит от габарита. От габарита преобразователя. Потому что мелкие преобразователи, конечно, такие огромные сроки редко выхаживают. Их скорее спишут вместе с оборудованием, когда оно закончится, срок его эксплуатации. Речь идет о достаточно крупных приводах, начиная хотя бы от 90 ампер. То есть, это привода, которые... Частотники, которые идут уже в металле, в металлических корпусах, они очень живучие. То есть, если мне возникнет необходимость, допустим, вот приехал такой частотник с наработкой за 100 тысяч и хочет человек запустить его на следующий цикл, да, я его могу сделать реновацию. Я могу в нем поменять емкости силовые при необходимости. Я могу поменять все, что изношенное. Да, это будет очень недешево стоить, но это будет стоить дешевле, чем преобразователь. К сожалению, я не могу гарантировать, что он отработает столько же, сколько отработал от начала времен, так сказать. Потому что происходит даже старение материала. Пластик теряет свои свойства, изоляционные материалы. В конце концов, могут там датчики тока поплыть. Они аналоговые. Все аналоговое может поплыть. Ну, оно работает. Потом есть вещь, о которой не задумываются, что она стареет, но она стареет. Это силовые модули. Понятно, они с огромными запасами, но они стареют в первую очередь от хронического перегрева и от критических токов. То есть, если преобразователь, допустим, сработала токовая защита выходных транзисторов, то есть, произошло ТХТ, это перегрев выходных транзисторов. Это значит, что у нас ток мгновенно взлетел выше двухкратного. Выходной ток – это ну, серьезный такой удар. Клиенты, к сожалению, игнорируют простую вещь. Не надо пытаться после срабатывания таких защит запустить преобразователь в работу. Ему надо просто дать отдохнуть 15 минут, остыть. А ним кажется, что он не нагрелся. Ну, обычная рабочая температура, да? Но кристаллы при этом перегреты капитально. Они просто еще не успели отдать радиаторам свое тепло. Вот. Если это не соблюдать, а это бывает, то есть, персонал не понимает, что происходит, у них сработала защита, они пересбросили питание, опять запустили, а у них заклиненный привод, а у них короткое замыкание на кабеле, да? Пробитый кабель. В вагонеткой переехали. То же бывало. Значит, и опять удар тока. Они тут же пересбрасывают, и опять удар тока. И вот в таком случае убить выходные модули, это запросто. Даже если они сейчас не сдохнут, но они будут повреждены. Структура кристаллов IGBT транзисторов достаточно сложная. И вот так ее ослабить, да, можно. Какого высокого класса не были эти приборы. Ну, это уже немножко другая история, но это тоже касается срока эксплуатации, срока службы привода. Потому что такие эксцессы, они сокращают. То есть здоровье они точно не добавляют этому приводу. К сожалению, изготовитель не использует термомаркеры и не использует гидромаркеры, да. Индикаторы влажности, индикаторы перегрева, когда изготавливают эти преобразователи. Очень жаль. Потому что, да, я могу, изучив логи срабатывания защит, изучив общее состояние даже той же термопасты, значит, оценить. Перегружался он, перегревался он. То есть, что с ним происходило, в каких условиях он эксплуатировался. у меня вот недавно в ремонт приехал преобразователь, такой небольшой, значит, на 260 ампер, который отработал 8 лет, 8 или 9 лет. Отработал на дробилке, которая измельчает вторичный пластик. И когда его привезли, во-первых, чтобы его снять и отправить в ремонт, его пришлось откапывать. То есть, лопатой. Откапывать из вот этой пластиковой трухи, пыли, в которой он был погребен. когда он приехал, он был забит этой пылью полностью. Выпрямительные модули вышли из строя просто из-за хронического перегрева. Просто не выдержали наконец. То есть, я так понимаю, они хронически работали при температурах выше 120-140 градусов. Потому что остатки этих модулей от радиатора пришлось чуть ли не отбивать. Они прикипели. Такая паста стала камнем. Ну, да. Там вообще удивительная вещь. На платах нарос такой похожий на непрозрачный лак слой этого пластика. Он полностью покрыл платы. Ну, кстати, восстановили этот преобразователь. Вот. И поедет он работать дальше. Хотя вместо него уже купили новый, потому что установка простаивать не может. Но он там будет стоять на работе поменьше. Ну, полегче. Вот. Вот такое это очень часто. Допустим, крановщики очень часто привозят, ну, управление башенных кранов, да, привозят в ремонт преобразователей, которые занесло снегом. Ну, он стоит в таком месте, на высоте 80 метров стоит на этом кране, когда зимой вьюга начинается, ну, снег дырку найдет. Он просто полностью занес электрошкаф. И когда это все включили и снег растаял от температуры, рабочей температуры преобразователей, естественно, произошел пробой. Ну, чинить там особо было нечего, потому что внутри тупо горела дуга. Ну, тут уж от смерти не лечим. Условия эксплуатации разные. В том числе и крайне тяжелые бывают. И все это влияет на срок службы. То есть, я встречал, конечно, очень старые преобразователи с тех же башенных кранов. Еще пятисотая серия в ходу. Она еще работает. Но это скорее связано с какими-то сезонностью и цикличностью работы этих кранов. То есть, там, когда их начинаешь проверять, наработка не такая уже страшная. То есть, там они может быть десять тысяч часов. Но возраст у него уже капитальный и он просто старый. Пожелтевший пластикой из-за ультрафиолета. Такой хрупкий. Ну, вечного ничего не бывает. Иногда, то есть, всегда, если поступает вот такой возрастной, скажем, преобразователь в ремонт, я всегда ему делаю оценку и всегда делаю предложение клиенту, а стоит ли его ремонтировать. То есть, вот, если мы отремонтируем, мы получим бэушный, вложим в него столько-то денег, получим бэушный преобразователь с неизвестным сроком остаточного службы. Ну, вот, если мы сейчас вот потратим столько денег, мы приобретем новый преобразователь, который при нормальных условиях отпашет те же самые десять лет. Вот, и очень часто это выгоднее. Вот, есть такая штука, совокупная стоимость владения. Часто лучше потратиться на новую вещь, и вещь не дешевую, но в результате сэкономить средства. Ну, что-то меня уносит немножко в другую сторону. Вот, начали мы с срока службы, и да, что начиная с 700 серии очень хорошего, учли производители, учли конструкторы и сделали то, что очень-очень-очень выручает. Они с каждой новой серией дополняют функции самодиагностики. то есть начали с простого. Начали с таймеров, которые учитывают наработку и могут выдавать предупреждение об износе определенных узлов. Мейнтейнс таймеры, значит, мы можем себе забить, что вот он там столько-то часов отработал, там, допустим, тысячу часов отработал, и он остановится или выдаст сигнал дискретный внешний, чтобы киповец пришел и его хотя бы от пыли продул, то есть проверил его. Следующий уровень это возможность измерить остаток ресурса критических узлов. Самый критический узел это конденсаторы. Отдельно конденсаторы силовые, отдельно конденсаторы контрольные, ну, цепи управления. И начиная с 700 серии появилась функция, позволяющая дать команду преобразователю замерить остаточную емкость этих конденсаторов. Буквально в процентах от первоначальной. Это очень нужная вещь и очень удобная. Значит, оценив вот такой остаток ресурса, владелец может, причем эта функция не какой-то сервисной службы, это может запустить любой киповец. Это открытые абсолютно параметры. Процедура хорошо описана в инструкции. Вперед, ребята. Составьте себе графики, проверяйте, там, каждый год проверяйте остаток ресурса своего привода. Значит, это хорошая вещь, это очень полезная вещь. И я всегда, если грамотно эксплуатирующая служба, я всегда им советую это делать. Всегда, вот самая важная вещь, о которой должен владелец привода помнить, нахрена ему срок службы, знать срок службы, знать остаток ресурса его привода. Он должен откладывать деньги на покупку привода. То есть, когда выходит из строя достаточно крупный привод, всякие бывают, 360 ампер, 630 ампер, хороший привод, он стоит не одну копеечку. вдруг оказывается, что дыра в бюджете, да, хотя есть такое понятие, как амортизационные отчисления, все, которые планируются и к концу срока службы уже должна служба снабжения или служба эксплуатации, кто этим занимается, должны запланировать замену привода. Это особенно касается тех же сервоприводов. у них очень жесткие вот эти вот, они гораздо проще сами по себе аппаратно, да, они сложны программно, но аппаратно они простые. И у них срок службы достаточно жесткий, у них тяжелые обычные условия работы, и я считаю, что если у нас рассчитан тот же сервопривод на 10 лет работы, то скажем так, что к концу его расчетного срока уже должен на складе лежать ему на замену, потому что большинство из таких приводов, они тем более мелких таких приводов, они просто не ремонтируются, там нечего ремонтировать, это одноплатное изделие. Сам сервоусилитель, он фактически состоит из одной платы на ней, все, силовой модуль, цпу, датчики, силовые конденсаторы, все, все просто распаяно на одной плате, которая прикручена к радиатору и на нее одет корпус, все, что там ремонтировать. Поэтому та же история, допустим, с контроллерами, у контроллера есть вполне конечный срок службы. Да, они могут иногда пахать и по 20 лет, но когда он кончится внезапно, заменить его будет гораздо труднее, чем тот же привод. Вот. Ну, это уже такие вопросы. Ладно, тут что-то я сильно заговорился и вроде вопрос простой по сроку службы, но что-то меня начало носить в разное. Захватывать слишком много сопутствующих тем. Ладненько, все хорошо, всего хорошего, задавайте вопросы, буду стараться отвечать. Счастливо.